Товарищи бойцы, Сынки мои, солдаты, Глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Мы отступали, сынки, но Бились, как полагается, вон сколько нас осталось. Раза-два и обчелся. Нам не стыдно. Добрым людям в глазах лететь. 1964 год. Андрей Тарковский готовился к съемкам нового фильма. Драме об Андрее Рублеве. Шли кинопробы. Иван Лапиков понравился сразу. Он играл просто, точно и содержательно. Невиновен он, братцы. Не предавал он никого. Вот вам крест святой не предавал. Господи, за что ж наказание-то это? Меня бей. Его не тронет. Была команда единомышленников там, начиная от художника, оператора, Кульбурляев, и, то есть, там тоже был звездный состав актеров. Там режиссер, конечно, гениальный, совершенно подбирал актеров. И они все были, то есть, там был кроме работы над фильмом еще такой какой-то дух, и это была фантастическая работа. То есть, по-моему, все, кто работал над этим фильмом, очень друг к другу потом тепло и по-доброму относились и остались друзьями. Я припоминаю такой случай, когда после съемки мы отдалились от группы и вышли на опушку леса, и перед нами открылись просторы природные вот этого Владимирского края. И вот ветерок легкий, опушка леса, и вот мы с бутылочкой, и вот в этом узком кругу, Иван Герасимович, вот я, Савелий. И вот Вадим говорит, Савелий, я, знаешь, мы с тобой выпивали и в таких компаниях, там и в Венеции выпивали, всюду. Но я, говорит, никогда не забуду вот этот разговор людей. Мы как будто вот в той эпохе, которая снимается, оттуда мы разговариваем о жизни. И Иван Герасимович был, конечно, собеседник потрясающий совершенно. Он наблюдательный, у него очень острый глаз. Он мог так сказать, припечатать буквально одним словом. Вот ты, раб Божий, что дал за иночество? Двадцать душ, аль может, тридцать. А ты все ходил за настоятелем, торговался. За два, может, за один даже. Бук заливной божество себе вечное выторговывал. Да вы и сами все без меня знаете, только молчите. Делайте вид, что не замечаете ничего. Я бы сказал, что это был по духу своему монах. Вот именно роль его в Андрея Рублеве, где он играет, Кирилла, это, наверное, наиболее близкая ему роль. Метущийся человек, который в борьбе с собой обращает на себя всю свою строгость. В общем-то, он был аскетичен, очень аскетичен по тому, как он жил. Скорее, я бы даже сказал, может быть, в этом и в чем-то его трагедия, что вот этот вот мир, в котором он жил на самом деле каждый день, вот быт, дом, это был менее реальный мир для него, чем его роли. Иван Лапиков ворвался в советский кинематограф с ролью Семена Трубникова в фильме «Председатель». И задолго до премьеры стало ясно, что появился киноактер с незаурядным талантом – быть достоверным. На съемках Иван Лапиков держался на равных с такими корифеями, как Нонна Мордюкова и Михаил Ульянов. С первых дней съемок я не очень-то пугался нацеленного на тебя объектива. Ведь если я знаю, что мне надо делать, я не думаю о соседстве кинокамер. Ты что, под суд захотел? А корову мне чем кормить? Корову не колхозника нажрать обязана. Отработаешься косовицы, получишься. А там свете угольками, шоу с дороги. Не дам! Хучи, брат, ты мне! Хучь кровь от крови! Они оба попали в больницу после сцены драки, потому что друг другу так подубасили, что одного стрясения мозга, другой что-то сломал. Ну, то есть, ну, это вот издержки вот такой отдачи актерской на полном серьезе. Ну, вот, а мне Иван Герасимович тогда говорит, сам, ну, он говорит, вот, он меня же чуть не убил на съемках. У меня головой об дерево ударил, значит, у меня сотрясение мозга, я там неделю... Ну, он никогда не держал ни на кого обиды. И вот самое потрясающее – это отношение к памяти артиста. Иван Герасимович хранил пригласительный билет с той премьеры. «Дорогой мой брат, чтобы не случилось, я всегда буду помнить о нашей работе», – написал ему Михаил Ульянов. «За всю свою короткую творческую жизнь я встретила первого первоклассного актера с большой буквы. Я говорю правду Нонну Мордюкова». «Если б наша семья честно работала, может, и мы бы сейчас с прибылью были». «А мне плевать, но я говорю, ему прибыль! Пусть я говорю, где хочешь, командирствуй, а на земле я сам себе голова! Я в калькове с младых зубов первым хозяином был, а в поддужной ему, тьфу, не пойду!» «Глупый ты, Семен! Ой, глупый!» «Впервые мы встретились с Иваном Лапиковым в фильме «Председатель», который снимал наш друг Алексей Салтыков в нашем объединении «Луч» на Мосфильме, который возглавлял Иван Александрович Пырьев. И мы были на утверждении актеров, на кинопробах, мы смотрели, и тогда мы просто влюбились в Лапикова». После сусальных кинолент о деревне, где в каждом крестьянине чувствовался переодетый актер, герои Лапикова подкупали зрителей своей задушевностью. Уже тогда многие отметили, что Лапиков – актер абсолютной психофизической правды. «А ты знаешь, дурашка, кто я таков?» «Ты поп? Не гречи, я не тот, чтобы гречать». «Храбрый?» «Да, храбрый». «Покажи мне порох». «А что ты в порохе понимаешь? Ты поп? И молись. Я инженер, я в порохе понимаю». «Ты инженер Заборской, а я поп да русской. И кое-чего в своей жизни повидал». В отличие от сегодняшнего времени, тогда не знать Лапикова было невозможно. У меня такое впечатление, что ему даже как бы и играть-то особо ничего не надо было. Никакого усилия над собой делать особого не надо было, потому что, когда он появлялся на съемочной площадке, головы всех поворачивались в его сторону. То, что он будет актером, Иван решил для себя еще в детстве. Однажды в их село привезли кинопроектор. Крутили основательно затертую, местами оборванную ленту – Чапаев. Чапаев с Бабочкиным волновали очень сердца мальчишек. Это был любимейший фильм. Смотрели мы его бесчисленное количество раз и все мечтали. А может быть, выплывет Василий Иванович. А потом долго играли, лет 5-6, в Чапаево, улицы на улице. Ну, вот может быть, здесь и началась мечта. Мечта о таинственном, немного непонятном искусстве. Искусстве перенесения жизни на сцену. Эй, народ, Тёмк, Верка, обижать мне каждый двор, объявить бесплатное кино за счет колхоза. Иван Герасимович родился в селе Былыклей, в семье раскулаченного крестьянина. Косили рожь, мать рожать начала. С поля её привезли. Вот я и родился в баню Жуковых. 7 июля в праздник Ивана Травника. Лапиковы мы. У нас было клеем все. Гостюнин, Лапикова, Дыжуковы. Во всех древних сёлах фамилии одни. Вот в этом-то и прелесть нашей Волги. Семейные сёла на её берегах. В 1939 году, окончив школу в Сталинграде, Иван Лапиков поступил в театральное училище. Но проучился всего два года. Началась война. Он был мобилизован батальон, строивший противотанковые заграждения под Сталинградом. Спасал раненых, переправляя через Волгу в тыл, на другой берег. Говорил, что во время Сталинградской битвы не только земля горела, вода полыхала. Спустя много лет за роли Назарова в Вечном Зове и Бориса Краюшкина в минуте молчания Лапиков получил государственные премии. Потом звание народного артиста. Но больше всего гордился медалью за оборону Сталинграда. Он своими плечами ощутил тяжесть войны, хотя был молодой еще. Мальчишкой, по сути дела. И эти страшные испытания, осады, победы были настолько сильны, что они как бы оставили на нем неизгладимую печать. И он долго не мог забыть этот свой мальчишский опыт. Человек он был удивительный, он ироничный очень своим народным как бы колоритом. А люди как церковные колокола. И на, отлит чистый, интарем на солнышке горит, а ударю в него со ржавчиной звук, с дребезгом, будто в чугунки ударим. А я стеной неказистый, весь ржавчиной изъеден зеленью, а тронь его запоет, как заря по чистому небу расплывается. Военная тема стала в его актерской судьбе особой. Все, что он узнал и увидел на войне, люди, характеры, судьбы, осталось в его памяти. Эти образы ждали своего часа. Вот оператор как бы на съемке находится ближе всех к актеру. Но это не значит, что у него какое-то право. Наоборот, ты должен убрать себя от взора актера. То есть, если даже ты сталкиваешься взглядом, то нельзя ему своим взглядом, своим одобрением или своей какой-то реакцией участвовать его в работе. В следующей картине, в которой я имел такое счастье работать с Иваном Герасимовичем, у него удивительная сцена, сцена монолога перед солдатами. Когда он говорит ему о судьбе солдата, о его роли, о том предначертании, которое ему предписано судьбою. Ну, текст этот шолоховский, удивительный сам по себе, но он воплощается вот устами нашего замечательного актера Ивана Герасимовича. Я смотрю на экран, и я нахожусь во власти переживаний этого человека. А ну, прекратить разоворчик и обсуждение! С голодными босяками не могу же я являться к полковнику! Ясно и понятно! Стали на ночлег, и что у меня к ночи все было чин по чину. Рваньона омундировали и зашить, заштопать, у кого булка в жалостном виде, привести в порядок. Оружие само собой до зеркального состояния. Весной 45-го Иван Лапиков был принят в труппу Сталинградского театра как характерный актер второго плана. Работа 22 года в драматическом театре имени Горького. Это все-таки школа. Как стать актером? Надо вынести 300 подносов. Что такое 300 подносов? Это научиться ходить. Слова еще не давали. Спектакли не сходили со сцены годами. Одна пьеса на дне, где Иван Лапиков играл роль актера, прошла в театре сотни раз. Чтобы уйти от штампов, не повторять самого себя и не надоесть зрителю, ему приходилось придумывать какой-нибудь необычный грим или костюм. В те годы на одной сцене с Лапиковым играл неизвестный провинциальный актер Иннокентий Смоктуновский. Вместе они веселили зрителей своими импровизациями в роли слуг. Ну, француз, месье, шаматун. Урон, знаешь? Вытвердил. Парлей бы француз. Уй, месье, женепарль, тампэ. Вот, до какого сраму дожил, на старости лет. На моей памяти он играл там ужасно смешных стариков, смешных царей в сказках. То есть, я не помню никаких трагических ролей. Он был очень веселый. И просто, ну, здесь его режиссеры таким не видели. Со своей женой, Юлией Фридман, Лапиков познакомился в 47-м. Молодая актриса сразу после окончания Ленинградского театрального института попала в Сталинград по распределению. В театре она быстро заняла место ведущей актрисы. Первое, что я, конечно, бросила сейчас, это пойти вечером и идти смотреть спектакль, и посмотреть, кто играет, как играет, а вообще, что играет. Мне не понравился никто там, кто играли. И только единственный человек, на котором я обратила внимание, это был Иван Герасимович, Ваня, который играл там, в общем-то, не центральный, даже небольшой эпизод, а просто небольшие там выходы у него были. И тем не менее, я думаю, о, это живое, это живое, это настоящее. Но потом понравились, наверное, друг другу. Ой, шампанское! День делать некуда, да? Да что ты, Нюр, тут все его пьют, когда белого нет. Ну, здравствуй, жена. Ой. Они поженились. Вскоре родилась дочь Елена, как и многие актерские дети, росла она за кулисами. Тогда они жили при театре. В 1954 году состоялся кинодебют Ивана Герасимовича в фильме «Запасной игрок». Было еще несколько ролей в разных фильмах, но они не принесли актеру успеха. А потом случилась беда. А вот мама уехала, она потеряла слух. Вот в 35 лет пришлось ей уйти из театра. Это было, в общем, очень тяжелое решение, потому что фактически она меня оставила с бабушкой и с отцом и уехала. Потому что она, в общем, там не могла работать, не могла как бы оставаться, чтобы менять что-то и, в общем, чтобы быть все время на виду. Ну, поскольку она была очень красивая актриса, наверное, талантливая, играла все первые роли. И потом вдруг вот это случилось, и она уехала. Конечно, это было тяжело, и отец все время ездил в Москву. Иван Герасимович понимал, что жена тяжело переживает уход со сцены. Поэтому и не может остаться в Волгограде, где все напоминает ей о театре. Видя бедственное положение актера, как он разрывается между двумя городами, Лапикову помог Иннокентий Смоктуновский. Узнав, что идут пробы на роль в фильме «Председатель», пришел к режиссеру Алексею Салтыкову и сказал, «Я приведу к тебе актера, только уговор, бери без проб». Так Иван Лапиков оказался утвержденным на роль Семена Трубникова. Следующей значительной ролью актера был дед Гаврила из фильма «Непрошенная любовь». В образ деда Гаврилы я взял какие-то сокровенные, очень дорогие отцовские черты. Иван Лапиков сыграл старого казака, сын которого погиб в Белой армии. Волею судьбы на руках деда Гаврила оказался раненый красноармеец. Эту роль исполнил молодой актер Юрий Назаров. В следующий раз им довелось встретиться на съемочной площадке у Андрея Тарковского. Началось все с того, значит, снимались мы с Иваном Герасимовичем вот в 64-м, ну, «Непрошенная любовь», да? Это «Чужая кровь» по Шолохову, «Непрошенная любовь». Везет нас автобус с МОСФильма и съедет с нами этот самый журналист, который все-все-все расспросил, как Иван Герасимович, откуда взялся, как он играет, какой артист, все-все-все замечательно. А какие у него сейчас планы? Об этом не знал никто, об этом знал только я, что мы с ним утверждены, каждый на свою роль в Рублеве. Я говорю, вот он утвержден Тарковскому, фильм Андрея Рублев. А что это за роль его такая? И я, чтобы это долго как-то, я говорю, ну, этакий Сальери при гении, значит, Рублеве. Потом, ну, вы знаете, когда снимался Рублев, то от этих самых, от корреспондентов отбою не было. Андрей Сергеевич, можно, значит, это... Ну, пока там перестановка идет, у него там 2-3 минуты. Ну, пожалуйста. А скажите, а Кирилл это правда Сальери? В общем, довели они его этим Сальери, что он чуть не нормативной лексикой, да не по-русски это не может этого быть, это не русская, так сказать, менталитет, история. Короче говоря, после того, когда они его вот так вот доводили-доводили, в фильме, в сценарии я этой сцены не помню. Она появилась позже. Она появилась, с моей точки зрения, именно как реакция, вот что это никакой не Сальери. Да что я каюсь-то? Нечего мне перед тобой каяться. Ты и сам, грешник велик, еще поболее меня. Да-да, поболее. Я что, червь ничтожный, с меня и спроса нет. А вот ты, ты что, за святые дела, какие свой талант от Бога получил? В чем заслуга твоя? Я, Господи, не о том, я все. Работа над сценарием шла по ходу съемок. Тарковский искал актрису в эпизод «Русская Голгофа». Тогда Иван Герасимович, желая таким образом вернуть жену в актерскую профессию, познакомил ее с режиссером. Андрей мне говорит, слушай, Юлька, а ты можешь у меня эпизод сыграть? Мне вот так нужно. Я говорю, Господи, Боже мой, нет. Ну нет, ну посмотри, у тебя глазища. А ему нужно было там, когда идут, этот крест несут, знаете, да, вот там ползут дальше эти самые, и идут крестьяне, крестьянки молодые, старые, пожилые, и плачут у них в глазах вот этот ужас весь. Он говорит, ты мне вот так нужно, я не могу вот эти глаза донать. Вам не сказать, как мне захотелось. Но я сказала, нет. Фильм Тарковского вызвал много споров. Говорили, что в картине о Рублевине оказалось самого Рублева, что роль монаха Кирилла, завистливого и бездарного иконописца, оказалась гораздо ярче, что только благодаря Кириллу удалось высветить фигуру главного героя, молчаливого и отрешенного Рублева, ни разу не взявшего в руки кисть. У нас практически на Рублеве был один общий день, когда мы делали колокол-новеллу, и там же были задействованы и три героя – Лапиков, Гринько и Солоницын. Мы с ним общались в обычной жизни, вне площадки, в доме кино, где ему, я видел, так же было неуютно, как и мне. Я не люблю дом кино с его элитарной, так сказать, такой неправдой, понимаете. И неправда – это в отношениях людей, друг к другу. Они могут улыбнуться, а за глаза такое высказать о тебе. А Лапиков был другой, поэтому я понимал, что ему, так же, как Шукшину, неудобно, некомфортно в этих элитарных местах. Он не из этой стаи. То есть его многие за это не любили, именно за то, что он презрительно относился к актерам, может быть, я не буду никого называть, которые делали именно карьеру актера, и которые не искусством занимались чистым, а в чем-то где-то занимались ремеслом, в общем-то. После премьеры фильма «Они сражались за Родину», партийный босс приглашает актеров к себе в кабинет с той целью, чтобы поощрить, как это всегда тогда делалось, когда сами люди просили то, чего им, грубо говоря, не хватало. Один из актеров получил шестикомнатную квартиру на Садовом кольце, другой получил неплохую дачу. Я не буду перечислять все. Иван Герасимович, знаете, что он попросил? Он попросил себе бесплатный пропуск, грубо говоря, на рыбалку в заповедную зону. Он любил уединение. Часто брал удочки, наживку и отправлялся один надолго на реку. Разбивал палатку. Мог часами неподвижно сидеть, погруженным в свои мысли. Это был человек без лишнего разговорного мотива. Это человек, который был по существу полон энергии, но она не выплескивала через край. Она была в нем. И так всегда я лично ощущал. А энергия, она же не только может быть какой-то, она внутренней силы человеческой. Ты для чего ко мне приехал? Вино пить? Колокола буду со звонниц снимать. Пушки нужны, отче. Обороняться от шведа нечем. Раскаркает, господи вороньот. Ну да ничего, я их словом Божьим к смирению призову. Ладно. Бери Монасий, сама и колокола. Когда снимался фильм «Россия молодая», я заболел, а надо было сниматься. Надо было работать. И вот как раз была первая сцена с Иваном Герасимовичем в келье у архиепископа, когда мой персонаж Ревлев приходил к нему просить колокола, для того, чтобы их перелить в пушки. То есть у меня было все подчинено той боли, которую я испытывал при малейшем движении. Но опять же, когда мы начали репетировать, и когда мы с ним стали смотреть друг другу в глаза, и он добивался какого-то нужного взаимодействия, я забыл про все. То есть это все отошло на второй план, и вот тот максимализм и та требовательность с его стороны к работе, к партнеру, к цели, они просто отключили у меня все остальные ощущения. Знаете, что актер живет только половину своей жизни. Другую же половину, он живет образами своих героев. Он каждый день живет за двоих. Актер должен знать психологию людей, изучать жизнь своими боками, не боясь уколов и ударов театральной судьбы. А ведь она жесток. Актерский принцип Ивана Лапикова состоял в том, что он всегда искал субъективную правду своего героя, пытался понять его. Он не подражал и не копировал. Искал внутреннее сходство. И потому так тонко выстроив образ, в перерывах между съемками боялся потерять это состояние. Часто бывал молчаливым, хмурым, сосредоточенным. Безбожный пир, безбожные безумцы. Вы пиршеством песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Среди ужасов, плачевных похорон, среди бледных лиц Смолюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают, когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смерти ямы. Иване был такой характер, что он уходил, когда ему казалось, что режиссеры там неправильно что-то делают с ним, с его занятостью, с его возможностями. Он высказывал это прямо и мог сказать, что я не пойду на площадку, пока все это не успокаивалось. Беда грозит всем воеводам. Не радуйся приходу воров. Кудрят растил, я же тебе кабалы мы здесь. Иван Герасимов был очень душевный, теплый человек, хотя такой ершистый. Но это, кстати, и отличает русский характер. Ершистый, очень такой, за словом карман не полезет, может и обидеть человека. Имею к вам предложение, выгодное предложение по поводу Роси. Ты у меня подряд взял и подлец его и шал. Уверяй, вы ошибаетесь. Я Карамазов. Я Карамазов. Ты подлец, понимаешь, подлец. И говорить я с тобой не желаю. Лапиков оказался одним из самых востребованных актеров. В год выходило как минимум четыре фильма с его участием. Правда, большей частью роли были эпизодические. А его заветной мечтой было сыграть старика Пантелея Мелихова из Тихого Дона. Не довелось. Потом были пробы на роль короля Лира. В последний момент ему отказали в этой роли. Он, естественно, очень переживал из-за этого. Но он никогда, вот благодаря именно своему философскому отношению к жизни, он никогда не придавал слишком большого значения трудностям. То есть он считал, что вот именно жизнь, она сама все расставит на свои места. И если так суждено, то значит это и есть верно, это и есть правило. Эпохальным в судьбе актера стал фильм Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Вечный зов». Картина снималась целое десятилетие. Ивана Герасимовича сразу привлекла роль Назарова, его судьба. Жизнь трагическая, битая и врагом, и родной страной. Мне легче быть достоверным. Почему? Потому что я видел, знаю этих людей. Я знаю их труд, я знаю, что стоит нам сейчас хлеб, который они выращивают. Ты что? Вбесился? Разойдитесь. Что на дурака-то уставились? А ну иди вы. А ну живо домой! Ты что же это Федор Силанчев творяешь, а? Я тебя спрашиваю? А тебе что за дело? Сейчас вот как трахнул по башке. Он любил заваривать чай. У него были со всего мира привезенные чаи. Он говорит, пойдемте ко мне пить колониальный чай. И всегда долго он там колдовал, варковал над чашками чая и угощал нас. Лампкерский чай, мы его запомнили на всю жизнь по вечерам. И он рассказывал разные истории. Он великолепно пел под гитару, великолепные песни. Заслушайся. Он был очень одаренный, очень музыкальный. Он никогда ни с чем не спешил, и он всегда мне говорил, что такая поговорка «шобуло», «а шобуде», «а шобуло», то и «буде». Вот эта украинская поговорка очень его характеризовала. Он был философ в житейском плане, естественно, я говорю, потому что он мне вот лично говорил, когда я еще мелким пацаном прибегал к нему с каким-то вопросом, говорит, «я не буду тебе, говорит, рассказывать об этом, тебе помогать, ты вот шишки себе сам набьешь, вот, и жизнь, она всему научит». Вот он как говорил. Жизнь, она месит нас со всех сторон. В другой раз жесток месит. А мы все одно корячимся за всех селом, жить-то хочется. Ну, а грех отмыть всегда труднее, чем согрешить-то. В 1992 году съемочная группа Андрея Рублева собралась на вечере памяти режиссера Андрея Тарковского. Ну, я помню, я пришел, я уже тоже болел тогда, перенес много, сидит Иван Герасимович и говорит, «Сава, ты знаешь, я недавно ведь инсульт перенес. Ну, вот, говорит, вроде без последствий. Ты, старик, береги себя. Бомбы падают все ближе. Нас остается все меньше». Иван Герасимовича не стало 2 мая 1993 года. Накануне позвонил Сергей Федорович Бондарчук, попросил выступить перед солдатами и офицерами Кантемировской дивизии, рассказать о войне, о съемках фильма «Они сражались за Родину». И он сказал, «Сережа, я очень плохо себя чувствую, сердце, освободи меня, пожалуйста». Ну, тот говорит, Иван, что за вопросы?» И он увидел как майские дни, когда идут люди и им не дают пройти к могиле неизвестного солдата. Это было знаменитое. Их избивают дубинками, все. И он позвонил Бондарчуку и сказал, «Сережа, война не окончилась, я приеду». И он умер на съемочке, там на площадке выступая. Я считаю, что, в общем-то, он погиб, как на войне. Я прекрасно помню этот вечер, когда позвонили, сказали, что Иван Герасимович не встал, и, в общем-то, никто поверить не мог. Вот. Ну, и, в общем-то, я считаю, что это был, с другой стороны, самый лучший уход, который он мог желать, это был уход на сцене и уход со сцены. Я не отказался и от маленьких ролей. И в театре не отказался. Да и в кино играл маленькие роли. То, что я пытался делать, я всегда соизмерял. Мое ли это? Близко ли мне? Я ничего не воплотил, в общем-то. Это все попытки, эскизы, эскизы для чего-то будущего. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ